И снова вас приветствую, дорогие мои! Сейчас мы посвятим этот эфир книге «Этюды о женственности». Почему вообще мы касаемся книг напрямую, вроде бы как не связанных с стилями, со стилевым типажом, с колористикой? Все просто. Дело в том, что все, что мы создаем во внешней реальности, а именно то, как мы формируем внешний облик для женщины, напрямую соприкасается с ее внутренней реальностью. И поэтому наша задача как стилистов – иметь обязательно высокий уровень грамотности в работе из внутренней реальности человека. И если глубже касаться женского образа, то он напрямую связан еще и с ипостасями или аспектами женственности. Так вот, эта книга, которая прямо сейчас перед вами, она называется «Этюды о женственности». Я могу ее уверенно рекомендовать не только стилистам, но и всем женщинам, которые хотели бы разобраться в себе, в своих проявлениях женственности, узнать, какими внутренними субличностями проявляется женственность, и как наладить внутри себя, скажем так, грамотные отношения между различными ипостасями женственности. Ну вот сложная тема, иногда даже не хватает нашего привычного языка, чтобы выразить то, о чем здесь говорится, но сама книга фактически является книгой-тренингом. И в ней есть и тесты, и задания, и в ней есть все необходимые материалы для того, чтобы оценить свою внутреннюю реальность, разобраться в том, как эти грани у вас проявлены, как они взаимодействуют, и как наладить между ними гармоничные, эффективные взаимоотношения. В кадре вы сейчас видите не только книгу, но Оленька Ровная держит ее в руках. И почему именно Ольгу Ровную, я попрошу прокомментировать и ответить на многие вопросы относительно книги. Ольга является одним из преподавателей школы «Авесолома подводного. Человек среди людей». «Авесолом подводный» как раз является автором этой книги. И если вы уже знакомы с его книгами «Полимодальная психология» о субличностях наших, или многими другими книгами об архетипах, то эта книга, она логично представляет собой именно аспект женских субличностей. И вот сейчас как раз я попрошу Оленьку поделиться с нами, рассказать об этой книге, рассказать о том, кому и чем она будет полезна, и для чего эта книга нужна всем женщинам, а особенно стилистам, которые работают женским образом. Прошу. Здравствуйте, друзья. Ну, эта книга в первую очередь написана для женщин, которые стремятся разобраться во взаимодействии своего мужского начала и своего женского начала. Я думаю, что многие из вас слышали такую фразу «мужская реализация». То есть реализация по мужскому типу, реализация по женскому типу. И вот как раз-таки инь и ян, да, и мужское, и женское есть в каждом человеке, да, в определенном балансе. И мужская часть психики – это некая такая, назовем ее внутренний мужчина, да. Внутренний мужчина – это та часть психики, которая отвечает за достижение целей, реализацию каких-то проектов. То есть это такая деятельная, да, сконцентрированная деятельная цель, которая умеет решать определенные задачи, да. И понятно, что каждому из нас приходится в жизни вот реализовываться тоже и вот мужскую свою, да, мужскую часть. Что же такое внутренняя женщина? Внутренняя женщина – это как раз-таки уже как бы более такая ипостась, которая направлена на мироощущение, да, на сенсорное какое-то восприятие мира, которое способно как-то радоваться, да, то есть и способна к… И это интуитивная часть психики в большей степени, да, чем рациональная. И как раз-таки вот как можно понять вот свои вот эти разные грани, да, И вот об этом идет речь в том числе в этой книге. И более того, понятно, что внутренние мужчины и внутренняя женщина, они… Важно, чтобы они жили внутри нас более гармонично, да, потому что зачастую мужское начало, оно обретает над женщиной верх, да, и соответственно все женские проекты, да, все женские какие-то грани, они вытесняются, и женщина превращается в такого генерала, да, в юбке, и такого, ну, мало что остается от самой женщины, да. Вот, и вот как вот эти грани сбалансировать? Более того, собственно, сама внутренняя женщина, да, то есть какие у нее, у самой есть грани. Вот здесь, например, в книге в главе «Три аспекта женственности» вы можете познакомиться с такими гранями. Это Ева, дама и тёлка. Ева – это личный женский архетип, то есть личная богиня женщины, то есть некие идеалы, да. Думаю, каждая из нас, каждая из нас как-то выглядит, да, как-то себя чувствует, но и имеет некий идеальный образ себя, да. И во многом тоже люди, когда обращаются и к стилисту, да, то тоже важно вот этот отдаленный образ услышать внутренний, который, возможно, никак совершенно сейчас во внешности и тем более в гардеробе не представлен. И вот это личный архетип, да, понять свой личный архетип, понять свою вот эту Еву. И в этой книге есть анкеты, есть задания для лучшего как раз-таки понимания себя, то есть чтобы вы могли уже во время прочтения как-то развиваться, как-то лучше себя понимать. Вот Ева — это тот женский идеал, который существует внутри вас, независимо от того, следуете вы этому идеалу, не следуете, но вот это некая направляющая такая у вас звезда. Далее. Личный женский образ или дама. То есть Ева — это личный женский идеал, да, архетип. Личный женский образ или дама. И тут как раз-таки это ваше представление о самой себе как о женщине в широком смысле слова. И конкретный реалистичный образ себя как женщины, который вы реализуете вот в повседневной жизни. И вот думаю, что к стилистам во многом обращаются именно для формирования своей дамы. Потому что одежда — это то, что помогает нам взаимодействовать с миром, да, создавать определенные образы в обществе, и профессиональные, да, и личные. И вот это как раз тема дамы. И важно, чтобы тоже получается, что вот это взаимодействие между Евой и дамой, да, в каждой женщине кто-то может быть сильнее, да, Ева, дама. И третья вот грань женского образа — это тёлка. Тёлка — это личное женское тело, то есть ваше физическое тело, да, вот думаю, что когда определяют вот эти гамин-романтик или драматик, во многом вот ещё... Телесность здесь есть, да. Телесная, да, вот телесная вот эта тема. И тоже какие-то вы можете принимать физические части в себе, да, какие-то не принимать. И вот это вот всё... Отношение к телу, да, напрямую здесь. Где-то вы телом можете, возможно, жертвуете, да, где-то, где нужно поддержать вот свою вот эту телесность. То есть это вот вопросы именно вот тёлки. Тёлка в хорошем здесь в таком смысле, да, именно телесное я, с асанатическое я. Вот, тут ещё поднимаются такие вопросы, как есть ещё такой... вводится ещё такая тема, как мадам, да, кто такая мадам? Есть дама, есть мадам. Мадам — это некий социальный из общественного подсознания образ, который нам предлагается или даже, возможно, навязывается. И вот как вот это найти, вот это взаимодействие между личным образом, да, и социальным, который мода, да. Вот-вот-вот, хотела об этом сказать как раз. То есть вам, возможно, это не идёт, да, то, что модно. Но вот как вот укрепить своё индивидуальное, да, но и не вступить в конфликт с вот этим... С мадам, с вот этим... С актуальными тенденциями. С актуальными тенденциями и актуальными наводками из общественного подсознания, да. Вот это темы, которые как раз-таки... которые как раз поднимаются в книге. Конечно же, все эти темы, они относятся в той же мере и к мужчинам. И подобная книга может быть именно и для... По мужским субличностям. Да, по мужским, да, субличностям. Вот, но вот конкретно это, она именно для женщин. И стилистам она будет полезна и в самопознании, да. Начиная с себя. Да, начиная с себя. А ещё, чтобы вы понимали, кто именно к вам пришёл, да. Пришла ли к вам дама, пришла ли к вам тёлка, пришла ли к вам Ева. И как вот эти грани уживаются в одной женщине, и как вам с ними взаимодействовать. Потому что если к вам пришла, например, тёлка, то она больше будет радовать за удобство, да. За вот эту тему натуральной ткани, да, вот как бы чтобы было приятно там на ощупь, да. А дамы, они могут больше ратовать за то, чтобы вот именно образ был социальный. Ну и Ева, личная богиня, она находится в этом женском триумверате выше всех. Она находится на самом верху. Как сияющая звезда, которая светит. Да, и конечно, если вам как стилисту удалось достучаться до именно Евы, женщины, и подсветить вот этот образ каким-то вот, каким-то таким вот светом, то это вот, я думаю, что это высший пилотаж. Если позволишь, я попробую перевести на наши задачи как стилиста, да. Девчонки, смотрите, о чём идёт речь. Если мы говорим о том, что нам удалось, скажем так, для клиента создать прежде всего образ, ориентированный на его телесный комфорт, на его удобство, на соответствие его природе, именно вот такой телесно, так сказать, реальный, да. Это образ с акцентом, да, на ипостась, да, я не говорю, что абсолютно, но с акцентом на ипостась тёлки, то есть телесной природы женщины. Если мы уже говорим о ипостасе дамы, то здесь образ может быть связан с социальными потребностями, например, реализация в какой-то социальной роли, да. И здесь уже мы как раз напрямую, может быть, с профессиональными аспектами, может быть, с каким-то образом для взаимодействия, так сказать, мужчина и женщина, да. То есть здесь вот эти различные роли могут быть как раз инструментами налаживания, так сказать, настройки этого образа. Но если нам удалось через образ ещё и принести некое идеальное женское я, да, то это уже говорит о том, что, ну, мы, так сказать, и с высоты звёзд посмотрели на этот образ. Ну и последнее, очень важное, что я добавлю, то, что Ольга сказала, одна из тем, на которую мы периодически обращаем внимание, да, мы всё, акцент всё-таки в нашей школе на индивидуальности. И периодически я слышу вопросы о мод-мода, а вот как вот с этим это адаптировать к модным трендам. И здесь напрямую, да, касаемся этого вопроса, как я уникальная такая индивидуальная, и как я соотношусь с социальными какими-то, ну, пусть тоже идеалами или критериями, которые нам несёт мода, да, которые нам несёт социум, да, со своими запросами, со своим представлением о том, какой должна быть женщина, там и так далее. Поэтому, подводя итог, можно сказать о том, что это такой необходимый минимум, да, я бы сказала, что эта книга, она даёт основу представления об этих ипостасях, который нужен и женщине в знании о себе, а стилисту для лучшего понимания женской природы и лучшему пониманию того, на каком уровне с образом нам предстоит работа и что нам предстоит сделать. Обязательно пишите в комментариях, какие возникли вопросы, я переадресую Ольге или, если что-то, на чём смогу, так сказать, отвечу сама. И, соответственно, мы продолжим эту тему. А сейчас я могу дать завершающее слово Оленьке, если есть что-то добавить. То есть, по сути, получается так, что у каждой вот этой грани, да, женской, женской, Ева, дамы, тёлки, у них у всех есть гардероб. У каждой есть свой гардероб. И как взаимодействуют вот разные гардеробы вот этих ипостасей друг с другом, да, вы, думаю, что даже если посмотрите на свой гардероб, вы можете увидеть очень какие-то странные полярные, возможно, вещи. То есть, как вот внутри человека, внутри женщины взаимодействуют вот эти грани, да, друг с другом. И как их реализовать во внешнем мире. А тут ещё такой важный момент, что, например, взаимодействие внутренних вот этих граней женщины друг с другом, они очень ещё сказываются на взаимодействии с внешними, в том числе мужчинами, да. То есть, вот, потому что тоже одним мужчинам могут нравиться больше телесные, да, вот, женщины, другим вот социальные, да. И кто-то настроен, да. Треть ищет сразу богиню. Кто-то ищет сразу богиню, это Ева. И вот как вот с этим всем жить и как с этим всем работать, вот об этом эта книга. Ну что ж, подведём итог. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Ольга Ровная. Мы занимаемся сегодня подписыванием книг для победительниц проекта «Гардероб профи». И все девчонки, которые участвовали в качестве стилистов в этом проекте, это ваш подарок, да. Мы сегодня сформировали уже целую стопочку, подписали от Ольги. И поэтому ждите, для вас эта книга уже фактически станет настольной. В пути. Да, книга уже практически в пути. А для всех остальных, девчонки, конечно же, рекомендую, потому что...